Чемпион мира по версии IBF Рональд Райт Шейн был более активен, но большинство его ударов не проходили плотный блок соперника. Райт прекрасно работал джебом, периодически добавляя точные удары справа. В итоге бой прошел всю отведенную дистанцию, и Рональд Райт выиграл единогласным решением судей. 13 марта 2009 года в Монреале, Канада, румынский чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Лучан Бутте провел третью защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал колумбиец Фульхенсио Суниго. С самого начала поединка чемпион обозначил свое превосходство точными комбинациями и с каждым раундом его увеличивал. В четвертой трехминутке Лучан точным апперкотом по корпусу отправил претендента в нокдаун. Суниго поднялся, но румын провел безответную атаку из 23 ударов. Рефери остановил бой и зафиксировал досрочную победу Лучана Бутте. 13 марта 2010 года в Берлине, Германия. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO немец Марко Хук провел вторую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал американец Адам Ричардс. Поединок не был конкурентным. Чемпион превосходил претендента как в качестве, так и в количестве ударов. Уже в третьем раунде после падения претендента на канвас рефери остановил бой и зафиксировал досрочную победу Марка Хука. Стоит отметить, что Адам Ричардс после своего поражения от Хука объявил о завершении карьеры. 13 марта 2010 года в Арлингтоне, штат Техас, США. Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF ганец Джошуа Клотти. Претендент выбрал оборонительную тактику, лишь изредка делая попытки атаковать. Мэнни бил регулярно и много, но большинство его ударов приходилось в блок ганнского боксера. В итоге бой прошел всю отведенную дистанцию и Пакьяо выиграл единогласным решением судей. Субтитры создавал DimaTorzok